Это на самом деле очень хорошая вещь, когда попадает в тебе такой человек, который видит твои индивидуальные какие-то качества, на которых ты можешь выигрывать, которые ты можешь развивать, которые можешь усовершенствовать. То есть это здорово. Ну давайте посмотрим представление. Гаджи Магомедов, чемпион мира. Да. Отличный. Тоже левая левша. Левша. Очень мне эмпанирует его манера, спокойная, уверенная, уверенный в себе. Вот видите, сейчас главный тренер сборной России, его личный тренер. За ним тоже давно, как бы, ну, наблюдая, смотрим, интересный бокс показывает, такой очень сдержанный. Если говорить о Кавказцах, да, много ребят очень эмоциональны, когда выходят в ринг, они не выдерживают тот или иной рисунок боя, который им требует одних тренеров. Что делает Гаджи Магомедов? Да. Он практически, я думаю, что на все сто процентов, да, все делает то, что от него просит его. Слип Гаджи Магомедов, конечно. А будет ему противостоять боксеры из Беларуси? Отличные боксеры тоже из Беларуси, мне тоже приходилось боксировать. Тоже все на советской школе построено. И белорусская, украинская, казахская, узбекская, все это из постсоветского пространства. Абсолютно правильно. Чемпион мира 2019-го года, Услик Гаджи Магомедов! Видите, что, застроен боксер красный класс. Да, такая уверенность в своих силах, волнокровье. Странно, казалось бы, да, вот южный человек, да, вот такой охотный. Но, Сергей, давайте ровно, пока бой не начался, ровно на 30 секундочек немножко отвлечемся, потому что нас просто не поймут, ни болельщики, ни ценители бокса. Совсем скоро бой нашего с вами друга Дмитрия Бивола, да, уже 1 мая, осталось немножко. На самом деле, да, скоро мы такие уже немножко нервничаем. Просто ждем уже выжигания, потому что все мы знаем, что прошлогодние вот эти моменты в пандемии со всей этой, они выглядели немножко из колеи всю спортивную индустрию, и не только спортивную. Вот, и слава богу, все возвращается в свое русло, и мы сейчас опять возвращаемся к превыщенному образу жизни. Что касается Дмитрия, ну, блин, все, лагерь отличный, он ничего говорить лишнего не хочется, да, он всегда спокойно знает, с тренером, да, ждем. 1 мая такой день, большой праздник, да. Да, Дмитрий все знает, обучен хорошо, великолепные ноги, голова IQ вообще просто зашкаливает. Но, одно есть но, это Британия, это британский боксер, это британские судьи, ты чемпион, они хотят поиск твой. Да, так точно. Вот это должно в первую очередь вот стоять в планах, то, что я чемпион, я приехал туда тебе отрывать голову, вот так, и выполнять свой план на бой. Что он будет предлагать, ну, это уже ихняя заготовка, и я думаю, что Дмитрий будет готов к плану А, и к плану Б, и к плану Г. Да, и, конечно, прежде всего, это заслуги Геннадьевича Машьянова и вашего тренера, и вы продолжаете выступать, и Дмитрий, и мы только всегда теперь, когда будем смотреть, дорогие друзья, вы будете вот смотреть бои с участием и Дмитрия Биола, и, естественно, Сергея, и вы будете вспоминать, что вот, а мы тогда вот слышали репортаж в прямом эфире. Кстати, между прочим, Куба губернатора Санкт-Петербурга проходит уже, как я помню, когда я приехал в 2009 году, и попал Геннадьевичу Машьянову, они только начали, там, какой-то момент он пропал этот турнир, а потом его начали опять возрождать, возрождать с 2009 года. На зимнем стадионе, первый турнир. И да, и я вот в 2009 году, мне посчастливилось вот на этом турнире выступить, я выиграл его в 2009, потом в 2010 проводили, но я не боксировал уже, и в 2011, то есть два года подряд я выступал и выигрывал, отличный был турнир, много боксеров. А на полуфинале тогда победили, сейчас вот я вспоминаю. В финале тогда я победил, по-моему, с россиянином боксировал. Ну давайте... В финале не помню, да, но в полуфинале был, в общем, жесткий нокаут, и сейчас много он разлетелся по интернету, так, с украинцем боксировал. Да, да, да. Его накутило в третьем раунде, причем жестко он упал, что там ногу чуть не повредил там, да. Сейчас можно посмотреть, найти... Ну да, там плавает, да, сейчас много всякой информации, и на самом деле много-много известных, титулованных боксеров приезжают, боксируют, выступают на таком турнире международном. В клубе губернатора он уже вошел, наверное, как минимум в топ-10, наверное, турниров международных по всему миру. Потому что боксеры приезжают и не первый год демонстрируют высокий уровень бокса. Ну вот давайте сейчас посмотрим, как раз отдых красного угла. 129 боев не так много, на самом деле, для боксера-любителя. Так что у меня по 300 боев. Я думаю, что у него все впереди. Я вот помню из прошлых лет, я могу сказать, но не то, что там сказать, а даже похвастаться так чуть-чуть. Пожалуйста. В 2008 году я провел 23 боя в любителях. То есть турниров на турнир ездил много, и по Пенченко турнир боксировал, и чемпионат России среди студентов, Кубок России. То есть все российские турниры, вот так я обкатывался, ездил, и за счет этого поднимался свое мастерство в уровень бокса. Конечно. И на самом деле, чем чаще боксируешь, тем проще потом выходить и с эмоциями справляться, и выступать, и выполнять требования угла. Ну, давайте теперь немножко посмотрим бой повнимательней, да, прокомментируем. Тем более, всегда так приятно наблюдать за такими, как Гаджи Магомедов, мастерами. Он на дальней дистанции, пристреливаются одиночными ударами, двойными, иногда корпус-голова переводит этажи. Пока пристреливаются на дальней дистанции, стараются где-то силовыми ударами обозначить, что я пришел тут не номер отбывать. Да, абсолютно правильно. Все равно в боксе большую роль играют IQ и голова. То есть ты можешь быть физически крепким, сильным, но если у тебя нет мозга, то ты не боксер. Да, это хорошо с вами. А вот скажите, ну а вот что делать боксеру в Белоруссии, когда против тебя чемпион мира? А я думаю, что нужно навязывать просто такой силовой бокс на дистанции. Видно, что для него более комфортно, для нашего бойца из России. Комфортно на дальней дистанции работать один, два, три, 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 так настраивать, сдваивать, встраивать удары. И вроде бы у него неплохо получается. Что нужно делать боксеру из синего плана? Ему нужно навязать свой ритм боя. Как я вижу, я вижу, чтобы в его русло перешел поединок боя, ему нужно пойти и навязать драку. Просто грубую драку. Не без всякого этого. Ну да, уже без оглядки назад. Конечно, это финал. Я с вами соглашусь, пожалуй. Есть такие моменты, если с боксером нужно драться, а с дручуном нужно боксировать. Есть вот такие моменты. Я так не слышал. Хороший поговорок. Запомните, дорогие балетики. Это вот прям вот как, я не знаю, как дважды двадцать четыре. С боксером нужно драться. С боксером нужно драться, а с дручуном нужно боксировать. Подрясающий афоризм, да. Видим мы, что у Годжима получается. Все, с дистанции он отходит, хоть и по прямой, но руки не опускает. Держит подбородком, головой. Видит, но боксер из синего угла, он чуть-чуть замедленный. Ну да, он вас послышал, активизировался. Пропускает, да. В обмене, когда он идет. Надо чередовать. Копус, глава коробка. Ну, это любительский бокс. И тут, конечно, мы видим такого рода нокдауна. Потому что это, в первую очередь, ребят нужно беречь. И тут оздоровен. Да, да. Потому что Витя Танюшко удивился, что его остановили. Ну, на самом деле, 2-3 пропущенных сильных удары, это уже говорит о том, что человек как бы не видит эти удары. И рефери вынуждены останавливать и отсчитывать нокдаун. Ну, на мое усмотрение, мне кажется, что Беларусь немножко уже как бы подсел функционально. Ну, вы знаете, вчера, да, вчера же были сложные полуфиналы. Ну да, может сказали вчерашние поединки, потому что ты отдаешь сегодня все, а завтра тебе нужно выходить и выдавать в 2-3 раза больше, чем ты вчера выдал. Да, вот в этом, конечно, уже запасы всех эмоциональных качеств закончились. Да, более он, да. Ну, молодец, рисунок выдерживает, не валится с дистанции. Старается где-то зарубиться, но все равно. Да нет, очень прилично смотрится. Он не приехал проигрывать. Ну да, видим, что не проигрывает. Понятно, не очень хорошего тренера сборной Асанов в Беларуси. Тут все, как бы, да. Но наш боксер все равно поумнее, по классу бокса повыше. Он поживее, можно сказать, порезвее. Ну, видите, практически мы вот здесь. Мога в кризисах. Да, да, ну это, конечно, бесспорно. Ну, раздергивает сейчас специально, потому что он постоял, посмотрел, что он предложил. Первый раунд, второй, это третий, да? Да, третий раунд. Третий раунд он решил подвигаться. За счет чего? Расслабить оппонента и донести свой инокутирующий удар. Как в корпус, так и в голову можно. Я думаю, что, наверное, была задача угла сказать ему вот такой момент, чтобы он его раздергал, усыпил, а потом пробил жестко. Мы видим, да, вот, атаки он уходит, уходит, двигается, двигается, а потом жестко встает и бросает удары. И они проходят. Но белорусы не трус. Белорусы не трус, конечно, конечно. Молодец. Вот предыдущий вчера хороший вот такой полуфинал очень. Белорусы, славяне тоже братья, да, 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 и поэтому боксеры показывают тоже классный боксер. Вроде бы казалось, да, раз, раз, два. Раз, раз, два. А можно бить весь бой раз, раз, два, и оно принесет вам успех. А можешь бить сто тысяч ударов, и в бою ты ни одного такого не нанесешь, который бил на тренировке. Абсолютно правильно. Поэтому есть такая тоже поговорка, Брюс Ли еще сказал, он говорит, я не боюсь человека, который изучает тысячи ударов, я боюсь человека, который изучает один удар. Да, ну тысячу раз. Ну тысячу раз, да. Абсолютно правильно. Да, и кстати, и Брюс Ли ты победил человек, который абсолютно не был каким-то там выдающимся чемпионом. Да, да, да. Который был человек, который его не победил, в смысле, а убил. Ну, грубо говоря, это фактически убийство, да, мы знаем это. И он вышел на спарринг с человеком, который был, оказывается, потом это выяснилось, специалистом по иглоукалыванию даже. То есть он нанес такой удар отложенный. Он уже знал. Он уже знал, да. Ну то, в общем-то, о чем мы вы сказали, да, что можно донести тысячу ударов и не выиграть. Ну вот сейчас мы видим, что можно чисто физически додавить, и вот что делает наш боксер, он начинает силовой бокс уже никакой игры, чисто откровенную, размен. Ну а какая здесь игра, Сергей, осталось какие-то 30 секунд, заканчивается этот бой, заканчивается турнир, вот уже золотая медаль. Тем более это тяжелый вес, тут каждый удар надо... Вот уже тут, вот пропустил сейчас, да? Оп, и ушел, хорошо, нырок хорошо уходит, раздергивает классика, раз, раз, ушел на челночке. Да, там все, воздух попадает, говорят, все правильно. Ну тоже устали. Устали, конечно, конечно. Ну интенсивность и плотность боя, сами понимаете, 3 раунда по 3 минуты. О, хороший апперкот! Просто так, да. Да, просто легкий, легкий апперкот, но через руки прошел. А иногда так получается, что ты пробиваешь не нацелено и не акцентрировано, и он намного жестче удар, чем ты, когда хочешь жестко ударить. И вот мы увидели, раз, третий удар там, вот, сейчас пытается опять снизу. Я думаю, что уже... Я думаю, еще, ой, капа выпала. Капа опять выпала. Ну, надо останавливать, я вижу, что уже боксеры и сам, как бы... Да, конечно, да. Может быть, секунданты должны здесь, да. И секундантам, да, тоже надо уже только понять, да, чтобы окончить. Чтобы боксеру не навредить. Это же тяжелый вес все равно. Тут хоть и перчатки более щадящие, но... Ну, нужно восстановить рефери Игорь Любовцов, он опытнейший арбитер, может быть. Хорошо, вот снизу накатывает, накатывает повторы. Причем много повторов снизу. А вот бы показал бы снизу, а пробил бы за руку туда справа. И тоже бы вот прошел. Молодец. Да, молодец. Хороший бой. Хороший бой, отличный. Финальный бой. То, что... То, что мы с вами ожидали от финала. Первый стол Паршин, Беларусь. Второй стол Юсупов, Узбенистан. Третий стол Жожков, Россия. Ну, и сейчас, конечно, я специально вот прошу вас дождаться... Пятый стол Пельниц, История. Потрясающего финала. Супертяжовая весовая категория. Иван Верясов, Адир Жалолов. Это уже на сладкое такое, да? Ну, давайте дождемся. Я думаю, здесь тоже все понятно. Ну, тут все понятно, да. Красный выиграл. Далее, господа, прежде чем мы узнаем победителя, давайте поблагодарим обоих спортсменов за красоту Босса и Хардакса. Итак, в этом поединке единогласным решением судей победу одержал и стал победителем Кубка Губернатора Санкт-Петербурга весовой категории до 91 килограмма боксер из Красного Павла. Да, абсолютно правильно. Все. Поздравляем Гаджи Магомедову с Тримом. Да, поздравляем. С первым местом. Его команду. Молодец. Так держать.